День работников морского и речного флота – профессиональный праздник речников и моряков торговых и пассажирских судов и ледоколов, а также судоремонтников и работников многочисленных российских портов. Эти профессии подразумевают под собой силу и отвагу. Наверное, каждый мальчишка с детства грезит кораблями и дальними походами. И у некоторых эти мечты сбываются. Сбылась такая мечта и у Игоря Гражданкина. Он родился и вырос в сибирском городе Новокузнецк. После школы отправился в Находкинское мореходное училище. Далее по распределению он переехал в Славянку, обзавелся семьей и отправился покорять моря и океаны. После мореходки начинали, как говорится, и со вторых помощников, с торповым работали, и потом капитаном работали. На вид промыслы ходили. И ментая ловили, и вася ловили, и крабы ловили. Весь, можно сказать, вид промыслы. Сколько было рейсов, Игорь Гражданкин сейчас уже и не припомнит. Спустя время он решил завязать с дальними походами. Но настоящего моряка море никогда не отпустит. Уже, как говорится, прикипели к морю, без моря никуда. Всю жизнь проработал в рыбаках. Ловили рыбу, а потом уже как бы уже с годами надо было уже с морями завязывать, садиться на буксиры рядом с домом. Вот сейчас здесь вот работаю недолго, всего лишь один год. Сейчас Игорь Гражданкин, капитан буксира «Славянец» на славянском СРЗ. С виду это маленькое судно, но работу выполняет как настоящий богатырь. Непосредственно встречает пароходы, комиссию возит, с лосманами встречаем, швартуем, отшвартовываем, сопровождаем. Вот такая работа рутинная, можно сказать. Пусть недалеко от берега, но практически всегда в море. Работы у экипажа много. Со стороны можно было подумать, что в заводе не так много работы, да? А вот когда здесь сейчас работаю, то работы хватает. Как говорится, можно и с утра завестись, и на следующее утро только остановиться. Пароходы подходят всякие, рыбаки подходят, и сука грузы подходят. И днем работаю, и ночью работаю. Как бы работы хватает. Капитан отлично владеет разными знаниями. Лоция, правила плавания в порту, умение быстро ориентироваться в постоянно меняющиеся сложные обстановки. Нужно также тонко чувствовать судно, свое и проводимое. Аккуратно и безопасно ставить его к причалу в максимально короткое время. Без каких-либо недоразумений, исключая аварийные ситуации. Работа ведется в любую погоду, при сильном ветре и высокой волне. В условиях нулевой видимости, во время летних густых туманов и ливней, зимой во льдах. Ну и, конечно же, успех операций – это в первую очередь слаженность работы экипажа. Вот я сюда пришел. Здесь экипаж такой уже, как говорится, за плечами. Большой опыт, стаж. Ну, все зависит от специалистов. Если хорошие специалисты, благодаря, как здесь вот механике, и машина хорошо работает. И самое главное, чтобы смотреть вовремя, чиниться, ремонтироваться. Вот. И желание работать. Экипаж буксира – четыре человека. Капитан, механик, матрос и матрос-моторист. Четверо в лодке, не считая собаки. Да-да, именно так. Вот уже 11 лет на буксире славянец несет службу собака по кличке Тайга. Таким составом они ежедневно выходят в море, выполняя трудную, но такую важную для предприятия работу. И даже день работников морского и речного флота, несмотря на то, что он выпадает на выходной, большинство виновников торжества не могут отпраздновать из-за работы. Ведь июль – горячая пора. Уважаемые труженики моря, поздравляю вас с праздником морского и речного флота. Хочу пожелать от себя лично, от экипажа, самое главное – здоровья, удачи, благополучия в семье. Всего доброго. Ликудина Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.